рефлексотерапевт и еще одна профессия в свое время приобрела это врач-косметолог в компании Greenway я тоже являюсь партнером компании Greenway с предоткрытия и очень люблю нашу продукцию сегодня мы с вами поговорим об экологии красоты Greenway с компанией Greenway именно давайте начнем с того что вспомним каковы же задачи косметических продуктов вот какие задачи косметики поговорим о том чем отличается традиционная косметика от нашей косметики о тех вредных веществах которые вы можете встретить в традиционной косметике вообще какие линии косметические есть в Greenway как правильно пользоваться нашими косметическими средствами поговорим о ежедневном уходе поговорим о еженедельном уходе и так красота это конечно же дар природы но привлекательного внешнего вида можно добиться только постоянной заботой красота любит чтобы и косметика любит чтобы ею пользовались постоянно и в системе еще коко шанель может быть помните говорила чтобы великолепно выглядеть не обязательно быть молодой и красивый и на самом деле мы можем быть неотразимыми в любом возрасте в любом возрасте все в наших руках на самом деле и с теми великолепными продуктами которые мы имеем мы можем добиться очень многого каковы же задачи вообще косметических продуктов для чего они создаются можно разделить их на две на на две большие темы такие первое это оздоровление кожи что сюда входит это воспаление это дисбаланс кожи там сухость или излишняя жирность это дерматит или аллергические какие-то проявления это пигментация и вторая задача косметических средств это конечно же замедление возрастных процессов ну каких морщины потери упругости возрастная пигментации истончение кожи так называемая пергаментная кожа и надо сказать что вообще косметические продукты косметические продукты но вот современная традиционная косметика она перенасыщена химией просто перенасыщена химией традиционные косметические средства для того что делают и вот для того чтобы биологически активные компоненты косметики попали туда куда они должны попасть ближе к ростковому в ростковому слою надо с кожи снять ту защитную пленочку она называется гидролипидная мантия снять и как бы вводить туда вещества биологически активные компоненты так вот химическое ну я так называю химической то есть традиционные косметические средства они что делают они очень жесткими средствами снимают вот эту гидру ли гидролипидную мантию она конечно же восстанавливается но восстанавливается в зависимости от того насколько агрессивное было были средства использованы может восстановиться через несколько часов а может и через несколько дней а это что значит это значит вот когда мы сняли гидролипидную мантию кожа совершенно голая она раздетая она подвержена больше подвержена раз воздействием внешней среды тем же воспалительным реагентом различным это вот принцип действия традиционной косметики принцип действия нашей косметики вот в частности косметики шарми принцип действия сухой косметики шарми это она основа основан на сорбционных каталитических и ионообменных свойствах минералов проще говоря микрочастицы вот этого порошка суху сухих косметических средств нанесенные на коже они как бы съедаются клетками кожи если посмотреть на традиционные косметические средства из чего они состоят от 1 до 5 процентов правда некоторые производители говорят до 20 процентов в этой косметики биологически активных компонентов вот представляете от 1 ну в среднем 15 но допустим до 20 50 от 50 до 90 процентов это вода а остальное это консерванты это стабилизаторы животный жир синтетические гели и так далее в нашей косметики косметики сухой косметики шарми биологически активные компоненты то есть фитоминеральные комплексы витамины сто процентах сто процентов биологически активных компонентов в косметике и для того чтобы их активировать надо просто добавить воды то есть вот перед употреблением экстемпера добавляется вода и этой косметики не нужны никакие консерванты не нужны никакие стабилизаторы не нужны никакие увлажнители просто сам порошочек и вода а что же такое консерванты стабилизаторы в традиционных косметических средствах но вы многие знаете сейчас народ настолько грамотный если 10-15 лет назад мало кто знал что такое слс там сода лаурил сульфат натрия или лаурил лаурет сульфат натрия и так далее вот это самый первый враг вообще для чего он придуман это очень очень дешевый растворитель вот этих вот этой жировой основы загрязнений ну и обильно пенится применяется лаурил лаурет сульфат и во многих шампунях в гелях для душа в кондиционерах я не знаю в зубной пасте а у нас есть зубные порошки поэтому лаурил сульфат он просто исключен из нашей продукции что же делает лаурил сульфат вот страшно то что он очень легко снимает гидролипидную мантию легко проникает в кожу и он накапливается в коже он очень сложно выводится из организма накапливается в печени он разрушил гидролипидную мантию всосался а кожа но она до поры до времени она сначала восстанавливает гидролипидную мантию быстро потом все медленнее и медленнее и в какой-то момент она просто уже не в состоянии восстанавливать быстро вот этот жировой защитный слой в результате появляются такие проблемы как сухость кожи обезвоживание преждевременное старение если это касается волос то это повреждение волосяных луковиц это выпадение волос это зуд кожи это покраснение кожи может быть это может быть какие-то другие раздражения аллергические реакции кроме того лаурил сульфат увеличивает риск развития катаракты а у детей даже провоцирует задержку умственного развития есть так называемые еще парабены они особенно страшны для женщин а косметикой больше всего женщины именно пользуются парабены почему опасны для женщин уже доказано это английские ученые доказали в свое время что парабены нарушают эндокринную систему дают сбой эндокринной системы и вызывают рак молочной железы потому что молочные железы они будут как раз чувствительны к парабенам есть еще такие формальдегиды формальдегиды или формалин наверно у многих на слуху вот мы когда учились в институте ну все медики об этом знают первый второй курс это сплошное препарирование трупов это изучение мышц связок там и так далее так далее внутренних органов и я помню нам в институт привозили бомжей которых консервировали формалине и вот этот вот запах формалина я его до сих пор очень хорошо помню он очень едкий раздражает слизистые раздражает кожу и способствует очень быстрому старению кожи формальдегиды относятся канцерогеном то есть если часто ваш организм на вашу кожу попадают формальдегиды формалин или метиленгликоль то очень большой риск заболеть вот именно онкологическим заболеванием кстати в японии швеции эти формальдегиды вообще запрещены но не только формальдегиды опасны и могут присутствовать в косметике есть еще так называемые пропиленгликоль вы можете вот посмотрите если у вас дома осталась косметика какая-то или какие-то шампуни традиционные которыми вы раньше пользовались или еще пользуетесь до сих пор шампуни кондиционеры гели для душа посмотрите состав посмотрите пропиленгликоль или может быть ппг или какое-то длинное длинное химическое название но там присутствует п или пг это так называемые увлажнители увлажнители но они даже в минимальных концентрациях в очень минимальным минимальных концентрациях они вызывают очень большое количество негативных реакций и кроме того они нарушают работу печени и почек в какой-то косметики может могут могут встречаться такие названия как бензол феноксиэтанол бензоат натрия бронопол вот они сами по себе это тоже консерванты каждый из них сам по себе очень токсичен очень токсичен может вызывать раздражение кожи зуд гиперемию но самое опасное когда эти концерт консерванты между собой взаимодействует потому что могут возникнуть совершенно непредвиденные реакции например уже хорошо изучено что бензол в сочетании с бронополом это чистейший я для костного мозга и как хорошо что наша косметика не используют таких консервантов таких стабилизаторов таких увлажнителей ну и давайте перейдем от общий такой страшилок я вам наговорила но мне кажется об этом обязательно надо говорить потому что но не все обращают на это внимание я сама долгое время думала что то что продается но у меня это касалось конечно больше продуктов питания что то что продается в магазинах за это же кто-то должен отвечать и это должно быть качественно вот я когда-то по молодости после института я верила в это просто вот ну я считала что так она и должно быть может она так и должно быть но к сожалению мы видим что так она такого нет и что же у нас гринвей что же у нас гринвей такого экологичного в плане красоты а все абсолютно экологично почему давайте начнем с ну надо сказать что у нас пока сейчас две таких крупных линейки косметических и это линия на исход который не так давно появилась и она еще пока небольшая и линия шарми которые вот сейчас быстро быстро добавляются там продукты разные и очень интересные я начну с на исходом почему потому что там всего четыре средства и давайте мы про них и проговорим значит в на исход входит три маски ну вот у меня здесь одна масочка это вот иммунная маска а вообще входит три маски это тканевые маски иммунная есть еще лифтинговая и ночная вот чем интересная иммунная маска ну понятно что иммунная она повышает иммунитет кожи она очень хорошо увлажняет питает витаминизирует она дает тонус для кожи снимает следы усталости она активирует синтез коллагеном вот эта маска идеально вообще ее можно применять один-два раза в неделю но если вы утром проснулись было бессонная ночь или пришлось поработать и вы видите следы усталости вы можете не только на ночь эту масочку сделать вы можете ее сделать в любое время дня можете с утра сделать и и и вообще тканевые маски можно включать и в ежедневный уход я попозже об этом скажу потому что эта маска восстанавливает кожу очень хорошо очень хорошо ее используют накануне какого-то торжества собираетесь на праздник сделайте быстренько масочку тем более времени на это много не надо но 15 минут всегда можно найти тем более тканевые маски удобно делать это не обязательно ложится и лежать с ней можно спреем орошать лицо накладывать маску делать какие-то дела да и кстати тканевые маски не надо смывать в принципе и нет необходимости такой острой накладывать какой-то крем после использования масок потому что когда вы снимете маску вы увидите что кожа хорошо увлажнена и как будто вы только что нанесли крем вы еще после масочки то есть до масочки на исход использовали после маски когда вы ее сняли еще три-четыре пшика сделали на лицо все ваше лицо готово на выход следующая маска которая хотелось сказать это лифтинговая маска великолепная лифтинговая маска она предназначена для кожи 35 плюс она замедляет процессы старения кожи с гиалуроновыми кислотами эта масочка она повышает раз гиалуроновыми кислотами понятно она повышает упругость кожи сокращает глубину морщин осветляет и выравнивает цвет лица особенно это актуально вот возрастным женщинам либо тем людям которые летом очень много были на солнце и появились какие-то пигментные пятна вот эту масочку возьмите себе на заметку на заметку масочка лифтинговая она хорошо удерживает влагу влагу в коже и она сужает поры использовать ее причем лифтинг эффект виден вот прямо даже после первого применения этой маски применять ее можно также один-два раза в неделю и она не требует смывания следующая масочка это ночная очень люблю эту маску потому что она хорошо увлажняет тоже витаминизирует питает восстанавливает упругость кожи она дает ощущение расслабления кожи потому что когда кожа напряжена они и морщинки более ярко выступает после этой маски кожи прямо разглаживается она расслабляется разглаживается уменьшаются темные круги под глазами и эта маска также стимулирует выработку коллагена не требует смывания и более того ее использовать лучше всего перед сном и принципе ее можно ежедневно использовать но если такой необходимости нет вот если уставшая кожа можно прямо курсом несколько дней подряд 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 вот на ночь поделать эту маску и если нет такой необходимости достаточно два-три раза в неделю то есть вот понимаете даже на трех масках вы уже у вас большой выбор вы можете их чередовать вы можете курсами проводить вот например на я забыла сказать о том что иммунная маска она великолепна вот как раз держу ее в руках иммунная маска она очень хорошо восстанавливает кожу и она на ph кожи восстанавливает она великолепна после каких-то жестких процедур даже косметических например после химического пилинга после солнечных ожогов после применения лазера вот прямо можно курсом после пилингов например эту масочку поделать каждый день и четвертое четвертое вещество четвертый продукт в линии на исход это белый magic booster вот такой очень удобно его применять это не просто тоник это спрей бустер для лица подготавливает ну лицо вы же понимаете что лицо где у нас заканчивается особенно что касается женщин это не только вот давала да это и шея и область декольте но можете так чтобы запомнить до уровня сосков у вас лицо дорогие женщины на исход бустер подготавливает кожу к воздействию активных веществ из масок усиливает и закрепляет эффект вот этих биологически активных веществ которые мы с масочками даем подготавливает как активные вещества будут при помощи этого спрея глубже уходить уходить красковому слою спрей стимулирует выработку коллагена значит повышает эластичность кожи упругость кожи разглаживает морщинки снимает отеки под глазами и очень хорошо удерживает влагу в коже это средство можно и нужно использовать до масок тканевых после масок но его можно использовать вот учитывая все то что я про этот спрей сказала что он делает его можно использовать как самостоятельное средство кроме того очень хорошо и я прямо его полюбила за то что если не наносишь маску а пользуешься просто каким-либо кремом до каким-то кремом из линии шарми или любой то до нанесения крема лучше всего орошать спреем кожу потому что крем точно также будет глубже уходить и будет лучший результат перед дневным перед ночным перед декоративной косметикой бустер можно использовать следующая линия так с этим мы закончили следующая линия шарми это это фитоминеральные активаторы красоты или сухая косметика сухая косметика так с чего мы начнем но в шарми вообще кроме сухой косметики значит сухая косметика гелевые крема сюда входит но у меня здесь как образец один стоит просто мыло к сожалению но не побегу уже ванну мыло твердые шампуни и кондиционеры и вот давайте о каждой под линейки мы поговорим чуть подробнее чем они интересны фитоминеральные активаторы красоты мы с вами уже в самом начале сказали что это стопроцентные натуральные компоненты благодаря сухой форме не нужны не консерванты не консерванты не стабилизаторы увлажнители и так далее так далее ничего не надо вода и порошок и эти средства и хорошо очищает кожу они уходят очень глубоко в слои кожи не нарушая гидролипидной мантии не нарушая гидролипидную мантию значит не искать не коверкая ph не нарушают ph кожи и они поставляют клеткам все необходимые вещества абсолютно все для решения различных проблем проблем они действуют на глубинных слоях не на поверхности она глубинных мы с вами говорили за счет чего работает как работает фитоминерал фитоминеральные активаторы дальше эти эти вещества в фитоминеральных активаторах они работают изнутри преображают кожи и они замедляют ее старение следующее это гелевые крема все крема у нас на гелевой основе очень легкой текстуры кто еще не пользовался прямо вот срочно сегодня же завтра попользуйтесь начинайте пользоваться очень легкие сколько бы слоев вы не нанесли вы не чувствуете что на вашей коже даже в самую жару летом в путешествиях вы не почувствуете что у вас крем нанесен и здесь большое количество большое содержание компонентов очень большое содержание компонентов именно натуральных очень удобная упаковка вам не надо в баночку лезть и там чем-то выковыривать этот крем потому что здесь есть дозатор который позволяет который позволяет такой дозатор не вносить лишнее в крем там бактерии вирусы не попадут потому что вот такая удобная упаковка единственное что надо помнить при использовании наших кремов это натуральные крема и поэтому после вскрытия лучше всего хранить их в холодильнике но либо если у вас они не любят прямых солнечных лучей поэтому ни в коем случае на подоконник не ставьте на яркий свет а ну вот у меня в ванной не жарко они у меня хранятся не в холодильник но то что я храню может быть редко использую пореже использую конечно я ставлю в холодильник а то что я использую ежедневно они просто в шкафчике у меня стоят в прохладном месте следующее про мыло тоже очень хотела сказать про мылах хотела сказать почему потому что мыло у нас не просто ручной работы и не просто вкусные запахи у нас их 4 сейчас виды это манго виноград это ягодный йогурт это жасмин ручной работы очень хорошо увлажняют кожу очень хорошо очищают не нарушая опять же гидролипидную мантию и они кроме того благотворно влияют и на эмоциональную сферу например жасмин мыло является очень хорошим афродизиантом и готовятся они совершенно необычно обычные мыла готовится горячим способом примерно созревание мыла в течение 6 часов а наше мыло по холодной тихо технологии с нуля это мыло зреет примерно три недели 21 день примерно не применяется синтетические компоненты никакие никакие искусственные павы не применяются не используются там парабены фосфаты сульфаты и мыло очень деликатное очищают кожу может использоваться для очень чувствительной кожи сохраняет но я сказала это уже сохраняет липидный барьер не вызывает сухости как многие мыло стянутости раздражение кожи не вызывает теперь давайте про твердые шампуни твердые шампуни и кондиционеры время бежит так я стараюсь быстро быстро вам рассказать но прямо надо успеть я представляю когда добавится еще несколько какое-то количество косметики как же быстренько быстренько обо всем рассказать всегда хочется и так твердые шампуни и кондиционеры у нас 6 твердых шампуней и два кондиционера кондиционеры кокосовое масло это для сухой кожи оливковое масло для склонных к жирности и кондиционеры которые может каждый человек выбрать себе вот по вкусу по запаху по проблеме или задачи которую он хочет решить кондиционер цитрус для склонных для волос склонных к жирности кокос для сухих волос, лемонграсс для блеска и объема, миндаль для окрашенных волос, ежевика для поврежденных волос. И, конечно же, мы не можем забыть мужчин, древесный для мужских волос, у него и запах такой древесный. Так вот, твердые шампуни и кондиционеры, они обогащены ухаживающими компонентами, вот прямо максимально. Если взять классические шампуни и кондиционеры, там ведь они состоят на 70-80% из воды. У нас они твердые, воды нет, воду мы уже потом используем. И они не содержат никаких искусственных консервантов, они не содержат загустителей искусственных, красителей, парабенов, лаурилсульфата или лаурецульфата. Это концентраты безопасных, моющих, натуральных ухаживающих веществ. Очень экономичные. Вы знаете, я первым шампунем, я совсем недавно поменяла шампунь, первый я брала кокос для сухих волос, а сейчас взяла лимонграсс, как он пахнет, вот просто потрясающий запах. Очень люблю лимонграсс, и шампунь пахнет лимонграссом. Кстати, вы знаете, после того, я заметила, очень люблю утром его использовать, потому что он так бодрит. Ну сам лимонграсс, он прям вот такой запах свежий. Так вот, первый шампунь, у меня волос короче намного был, я им пользовалась в течение четырех месяцев, и вот только-только недавно перешла на лимонграсс. То есть очень экономичный расход, от двух, трех до четырех месяцев, в зависимости от длины волос. Компактный, поэтому для путешествий идеальный, для посещения спортзала, конечно, тоже идеальный. Теперь мне хочется, так, что я вам хотела еще? Да, теперь мне хочется рассказать вам, конечно, о том, как же использовать нашу косметику. Ну вот в самом начале я уже говорила, что вообще красота и косметика, уход, вот для получения максимального эффекта от косметики, конечно, должна быть система. Должна быть система, должен быть постоянный уход. У нас вот много средств уже для ухода, прямо много средств для ухода за кожей лица, туловище, кожей головы, волосами. И поэтому каждый человек может по своему вкусу выбрать то, либо иное. Но все-таки система должна быть. Нельзя выдернуть один крем, пользоваться им, даже если два раза в день, три раза в день, и ждать какого-то большого результата. Поэтому лучше всего подобрать себе систему в зависимости от возраста, в зависимости от типа кожи, в зависимости от текстуры кожи и от тех задач, которые вы вообще хотите решить, какие вам надо решить. Какие же виды ухода мы знаем? Ну, первое, это ежедневный уход, конечно. Ежедневный уход – это два раза в день обязательно. Из чего мы начинаем? И вообще каждый уход из чего состоит? В принципе, из трех этапов. Первый этап – это очищение, второе – тонизирование, и третье – питание и защита. Так вот, очищение нашими средствами. Что мы можем предложить? У нас есть два очищающих средства из активаторов красоты. Ну, вот у меня здесь очищающие средства KISS. Это для более молодой кожи, но можно использовать и в любом возрасте. Это 18+, так будем говорить. Есть еще очищающие средства Miracle – это 35+. И некоторые люди, вот я сейчас рассказываю, что утром надо делать, но некоторые со мной, мои даже клиенты спорят, что я не люблю утром, зачем? Я же вот ничего не делала, я спала. Зачем мне утром очищать кожу? Ну, кожа-то, вы спали, а кожа-то работала? Кожа-то выделяет, кожа выделяет все, что она отработала, все, что организм отработал, все выделительные процессы, если мы будем говорить, вспоминать, некогда, правда, сейчас об этом говорить, но функции кожи, у нее есть выделительная функция кожи. Так вот, все, что необходимо кожи выделить, оно выделяется, и утром это надо убрать. Потом мы живем, мы наши клетки кожи, вот поверхностные самые, они стареют, их тоже надо убирать, они-то не спят, поэтому утром очищающие средства обязательно. Но совсем для тех, кто не любит этим делом заниматься, у нас есть, что предложить таким людям. Это, конечно же, наши косметические салфеточки, ну и очень удобно, хоть в дороге, хоть когда вы сильно торопитесь, намочили, хорошо отжали, и по массажным линиям, по массажным линиям прошлись, все, вы очистили кожу, не нарушив гидролепидную мантию, опять же. А что еще можно использовать? Вы можете, ну, вечером, лучше всего пользоваться варежкой для снятия макияжа. Утром вы можете, если не косметическую салфетку, можете использовать розовую варежку. Сейчас она появилась и отдельно, не только в наборе. Розовая варежка Ласка, можете использовать ее. Причем, вот, если вы хотите ее использовать для очищения кожи, ее надо намочить, хорошо отжать и протереть. Второй этап, это тонизирование. Тонизируем мы, у нас есть чем тонизировать. Мы можем на эскот, брызнули, все, ваша кожа готова к тому, чтобы вы нанесли на нее какой-то крем и декоративную косметику. Можно тонизировать кожу этой же варежкой, но только в сухом виде. Вот если вы использовали для очищения что-то из очищающих средств, либо салфетку, азотонизировать вы решили варежкой. Пожалуйста, можно это сделать, но в сухом виде. Одели варежку и точно так же по массажным линиям просто легкий-легкий массажик. Сделали, и у вас кожа готова к приему крема. Кремов у нас много, и это третий этап питания и защиты. Мы наносим крем. Какие у нас есть? Ну вот у меня здесь фурор, это регенерирующий крем, это 35+. Есть великолепный, обожаю этот крем, питательный крем Амулет с SPF 30, и его можно использовать в течение всего года, утром. Если вы собираетесь на улицу выходить сегодня, то, пожалуйста, Амулет просто великолепно работает. Для век лучше всего специальный крем для век использовать. Он тоже с SPF 15. Несмотря на то, что все наши крема очень легкие по текстуре, но все-таки крем для век он еще легче, называется Fluid, он еще легче, и для век все-таки специальные лучше использовать крем. Есть крем-маска антивозрастная, антивозрастная крем-маска Triumph, она тоже SPF, ой, она тоже 35+, и хочется, а, ну и есть крем-увлажняющий, посильнее увлажнить, независимо от возраста, можно ее использовать, но надо понимать, что она возрастным женщинам кроме увлажнения больше ничего не даст, нам лучше все-таки регенерирующий или крем-маску Triumph использовать. Про крем-маску Triumph сразу скажу, это крем и одновременно маска, обычно ведь маски смывают, но вот у нас тканевые, несмываемые маски, и гелевая маска, крем-маска Triumph, ее тоже не надо смывать, но постоянно ее использовать не надо, ее можно курсом провести, например, в течение месяца, или можно использовать 2-3 раза в неделю этот крем, а остальное время какой-то другой, например, вы берете фурор или амулет, или утром амулет используете, на ночь фурор, но по, например, вторникам и четвергам, или вторникам и пятницам, или там еще какие-то дни, вы используете крем-маску Triumph, потом делаем перерыв, после крем-маски надо все равно делать перерыв, переходить на другие крема, слава богу, у нас есть чем заменить. Вечером, это вот я рассказывала вам, что можно утром, что нужно делать утром, ну и до этого я вам говорила, тканевую маску, особенно иммунную, да, зелененькую, вот эту, тканевую маску, очень удобно сделать утром. Вечером все эти этапы повторяем. Вечером должна быть более тщательное очищение, да, либо кис, либо, забыла, как называется, либо второе очищающее средство, и вечером, после того, как вы очистили кожу, протонизировали, вот вечером вы можете использовать еще вот такую двустороннюю варежку, двусторонняя варежка, с одной стороны она скрабирующая поверхность, а с другой стороны она полировщик, варежка-полировщик. Ну, этой варежкой каждый день не надо пользоваться, не каждый вечер. Ей лучше пользоваться один, может быть, два раза в неделю. Кроме того, из волокна тоже хотела сказать вот про такое чудо маленькое. Это варежка для пилинга, вот такая вот малюсенькая, очень такая интересная на ощупь, и она очень глубоко прямо снимает вот эту старую, старые клетки, кожи, кожица розовеет, прямо великолепна она, но единственное, не надо, не переусердствуйте, не надо слишком надавливать. Вообще волокно работает хорошо, не надо им сильно злоупотреблять, прямо легкие движения, особенно у кого чувствительная кожа, легкие движения, легкие. и здесь вечером мы можем уже добавить какую-нибудь маску, например, так, у меня здесь с собой нету, ну, какую-нибудь маску из сухой, либо это питательная маска для лица дезир, либо маска лифтинговая для более возрастных женщин уже квин. Так, про маски чуть попозже я вам скажу еще. И у меня совсем мало времени осталось, но мне хочется про еженедельный уход рассказать. Конечно, каждая женщина, каждый мужчина, каждый человек какую-то свою систему сделает, зная принципы работы этой косметики, зная, как она работает, что она делает. Но сегодня я хочу поделиться именно своими наработками. И я расскажу, как раз в неделю я устраиваю для себя салон на дому, спа-салон на дому при помощи наших двух линеек. И это уже относится к еженедельному уходу. Хотя бы раз в неделю, да достаточно раз в неделю. Я однажды от Лены Москвиной услышала как-то, она сказала, что сухая косметика это как грязь лечения. И мне это вот настолько близко, это вот прямо я это приняла, вот это ее выражение. И я теперь всем говорю, привыкните, если к этой косметике, вы поймите, вы не можете каждый месяц ездить или раз в неделю ездить на какие-то спа-процедуры или на какие-то грязи грязи лечебницы. А это вы можете удовольствие себе доставить дома самостоятельно и получить потрясающий результат. Так вот, мой спа-салон дома начинается с того, что я сначала увлажняю волосы, то есть я намочила волосы, вернее, сначала я развожу маску-шампунь, либо шик, это для укрепления волос, для укрепления и роста волос, либо маска еще у нас крем, маска-шампунь Shine для блеска и объема. Вот если вы эти шампуни сухие нанесли и сразу смыли, это будет как, сработает как шампунь. Но я как шампунь очень редко ею пользуюсь, тем более у нас сейчас твердые шампуни появились. Я пользуюсь как маской шампунем, а для того, чтобы она отработала как маска, ее надо наносить на 15-30 минут. Так вот, я развожу. В зависимости от длины волос требуется от 1 до 3 столовых ложек. Мне хватает 1, иногда 1,5. сейчас волосы на такую длину где-то чуть больше столовой ложечки развожу. Температура воды должна быть, я беру 80-90 градусов, но больше 60, это точно, от 60 до 80-90 градусов. Разводите до консистенции сметаны примерно наносите на волосы, на прямо корни, на кожу, особенно вот эту, потому что она укрепляет волосяные луковицы, это шайн, это шик, это шик. Развели, нанесли, и нельзя, чтобы маска пересыхала, ну, представляете, вы развели водой, она, конечно же, за 15 минут может не пересохнуть, но через 30 минут она точно уже там коркой возьмется, ее надо постоянно увлажнять, а можно просто одеть шапочку для душа, ну, и все равно так посматривайте, то есть, если есть необходимость, то надо увлажнять. Волосы пока у вас под шапочкой разводите очищающее средство и умываетесь. Вот первое время я пользовалась вот такими креманочками, но я косметолог, у меня все как бы это под рукой, и забыла, я сегодня хотела еще кисточку показать, но кисти продаются в магазине, я использую, вот у меня остались деревянной палочкой, либо есть у меня еще стеклянная такая палочка, либо вот такие, для разведения, нежелательно металлическими мельхиорами и так далее. Значит, вот это вы сделали, развели, я первое время разводила, сейчас я делаю проще, я уже приспособилась, я беру очищающее средство, на влажные, на чистые влажные руки, насыпаю прямо сюда порошочек, прямо в руке, в руке его, ну, немножко размешала с водой и наношу на лицо, его же надо держать, ну, максимум минуту, вы подержите и тут же умываетесь, смыла, потом я развожу маску шарми тоже, вот в еженедельном уходе я использую больше именно активатора красоты, я развожу маску шарми и с ней тоже важно, чтобы она не пересохла у вас, что я делаю, я развожу маску точно так же до консистенции ну, чуть больше, чем 10% сметана ближе к 15, ну, что-то среднее, процентов 12, ну, примерно, как 10% сметана чуть погуще, и потом я туда добавляю несколько капель либо масла миндаля, либо масла виноградной косточки, и потом накладываю пищевую пленку для глаз, сделала дырочки, можно все, я закончила, у меня уже какое-то время прошло, волосы работают, через 15 минут я забираюсь в душевую кабину, разогреваюсь, снимаю конечно уже пищевую пленку, снимаю шапочку, разогреваю тело, пока я там 15 минут ждала, пока у меня маска работала, я уже развела вот это замечательное средство, называется обновляющий крем скраб для тела, вельвет, это потрясающе, кто еще не попробовал, прямо обязательно попробуйте, кожа становится просто младенческой, независимо от возраста, вы проводите вот рукой по своей коже и вы чувствуете, она настолько гладкая, настолько она потрясающая, причем на этом крем скрабе очень хорошие эффекты у тех людей, которые страдают различными вот у людей топиков, у кого очень сухая кожа, шелушащаяся, у псориазников, то есть идет потихонечку, потихонечку обновление кожи, вот это все шелушивается, убирается и кожа становится чистая, ну чище пока, по крайней мере, это зависит конечно от состояния кожи, от состояния здоровья, все, после того, как вы смыли крем скраб, его долго и не надо держать, на коробочке написано 2-3 минуты, ну, я обычно 2 минуты держу, иногда 3, потом все это смываю, тщательно промываю кожу головы, после этого, ну, сейчас я стала пользоваться нашими кондиционерами, когда кондиционеров не было, я заранее приготовлю все равно, беру чайную ложку молока либо сливок, капаю туда, это у меня как эмульгатор, капаю туда те эфирные масла, которые я сегодня для себя выбрала и потом развожу с водой, то есть приготовила ополаскиватель для волос вот после того, как использовала сухую шампунь, маску шампунь, ополоснула волосы, все, после, после, а не уходи, после того, как я выхожу из душа, я люблю использовать опять же масло либо виноградные косточки, но я чаще всего использую миндаля, добавляя туда какие-нибудь эфирные масла, вот по желанию, все, еженедельный уход у меня на этом закончился, спа-салон на этом закончился, и наше время заканчивается, закончилось практически, мне хочется вам всем